Всем привет! С вами Гвоздь, это очередной выпуск новостей. Погнали! Главной новостью недели стал анонс даты запуска корейской версии MMORPG BLESS от компании Neoviz. Одна из самых ожидаемых корейских MMORPG последних лет, бюджет которой составил почти 60 миллионов долларов, отправится в плавание уже 27 января. Премиум подписка обойдется вам в 5000 корейских лон, что приблизительно равно 4 долларам США. Создавать персонажей можно уже сейчас. Чуть позже появилась еще одна важная новость касательно BLESS. В Neoviz решили перестраховаться и провести трехчасовой стресс-тест игры до начала открытого бета-тестирования. Он пройдет в субботу, 23 января, с 14.00 до 17.00 по московскому времени. Игрокам будет предоставлена возможность прокачать персонажей до 10 уровня и получить какие-то подарки на ОБТ. Гайд, как начать играть в BLESS, вы можете найти у нас на сайте mmo13.ru. Второй важной новостью недели стал запуск западной версии Blade & Soul. Это произошло 9 января в 8.00 по московскому времени. Событие сопровождалось мероприятием Launch Event, проходившим на eSports Arena в калифорнийском городе Санта-Анна. К сожалению, игроки из России в очередной раз оказались в региональной резервации, а поэтому нам придется ждать версию от Innova, ЗБТ которой ожидается где-то в феврале. Либо использовать УПМ. А значимым событием недели стал запуск альфа-тестирования EVE Valkyria от CCP Games. Несмотря на то, что на тест попало всего 1000 счастливчиков, проект может стать важной вехой в индустрии онлайн-развлечений, так как заточен по технологии виртуальной реальности. Прочитать большой обзор с впечатлениями от альфа-версии можно у нас на сайте, ссылка будет в описании к видео. Фанаты мультяшных анимешных экшен-MMORPG, не боящиеся китайских закорючек, могут обрадоваться анонсу первого тестирования новинки Laplace, о которой мы узнали совсем недавно. Игра отправится в элитное бета-тестирование на территории Тайваня 28 января. Элитная бета – первое тестирование игры, рассчитанное на самых преданных и проверенных временем фанатов тайваньского разработчика X-Legend. Среди игр этой компании вы наверняка найдете немало знакомых названий. Издатель Daum анонсировал дату запуска западной версии Black Desert – 18 февраля. Подать заявку на участие можно будет в начале следующего месяца. Обладатели предварительных заказов получат доступ к тестированию автоматически. Информация об улучшениях и изменениях будет публиковаться ближе к началу закрытого бета-теста. Издатель также выпустил автономную версию редактора персонажей, что позволит игрокам создать героя заранее и в любое удобное время. Готовых персонажей можно будет импортировать в игру на ЗБТ, ОБТ и релиз. Без китайских анонсов не обошлось и на этой неделе. На этот раз наши соседние с Поднебесной готовятся к финальному китайскому нон-вайп ЗБТ – MMORPG Legend of Mir 3D, известной также как Eternal Legend. Тестирование начнется 26 февраля. Помимо традиционного для жанра бесконечного гринда и зачистки подземелий, разработчики обещают полную свободу в PvP и ПК-аспектах, что должно стать чуть ли не основной фишкой игры. В Legend of Mir 3D реализована система осад, позволяющая гильдиям строить свои и уничтожать вражеские штабы базы. На данный момент анонсировано 5 игровых классов – Воин, Мак, Таист, Рейнджер и Убийца. На закрытом бета-тестировании можно будет попробовать первых трех. Игровой мир Legend of Mir 3D называется Мафа. Он достаточно велик и разбит на несколько разнообразных регионов, населенных уникальной живностью. Визуально игра выглядит достаточно неплохо, во многом благодаря приличному движку Unreal Engine 3. Но не все у китайцев гладко. На днях мы узнали, что был отменен достаточно ожидаемый проект World of Jade Dynasty. После долгих раздумий разработчики из Perfect World решили перейти на один из самых современных игровых движков – Unreal Engine 4. Что по понятным причинам займет определенное время. И времени, судя по всему, им потребуется немало. Так как на сайте открылся сервис по возврату средств, который продолжит работу до 15 февраля. По большому счету, игра закрывается, чтобы переродиться. Подноготное происходящего нам неизвестно, но можно предположить, что World of Jade Dynasty оказалась не готова не только к требованиям современного международного рынка, но и к требованиям внутреннего, что недопустимо для игры Локомотива. На этой неделе стоит отметить запуск Naval Action – необычного морского симулятора от компании GameLabs. Ранний доступ к игре открылся в Стиме 21 января. Naval Action – многопользовательский симулятор-песочница, посвященный морским баталиям на парусниках. Разработчики обещают создать открытый мир, воссозданный по картам 16 века с соответствующими городами, портами и гаванями. Naval Action может похвастаться отличной графикой, с красивыми пейзажами и детально проработанными моделями кораблей. В Naval Action вы можете построить свой собственный корабль и бросить вызов врагам своей нации. Пвп возможно практически везде, но стоит помнить о том, что любого действия могут быть последствия, поэтому если вы не хотите стать пиратом, лучше не атаковать всех подряд. Игра предлагает большой выбор судов с проработанными и достоверными характеристиками, такими как скорость поворота, реакция корабля на ветер, реалистичная баллистика и параметры вооружения, а также многое другое, приблисуйте к этому продвинутую физику и модель повреждений. Более того, путешествовать вам предстоит по старинке, используя компас, солнце и различные метки, типа полярной звезды. У меня на этом все, всем хорошего настроения и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok